Если раньше у человека, хотевшего купить себе iPhone, было как минимум два варианта, новинка или модель прошлого года, то в последнее время Apple усложняет людям выбор и выпускает по несколько моделей сразу. В этом году свет вновь увидела пара смартфонов, а именно iPhone 6s и iPhone 6s Plus. Давайте познакомимся с ними поближе и узнаем, кто же из них лучше и в чем. С вами Дмитрий Луценко и проект Firm.com. Поехали! Если сказать, что дизайн этих девайсов мало чем отличается, это не сказать ничего. Гаджеты имеют одинаковое оформление корпусов и в нашем случае даже одинаковый цвет корпуса Gold. Помимо него также доступен Silver, Space Gray и Rose Gold. Качество сборки у корпусов очевидно одинаковое, ничего не скрипит, все идеально подобно, на претензий в этом плане нет и быть не может. А вот чем они отличаются, так это эргономикой. iPhone 6s это практически идеальное с данной точки зрения решение. Девайс комфортно лежит в ладони и позволяет управлять им одной рукой, чего сказать о 6s Plus нельзя. Держать такую лопату неудобно, да и пользоваться ею на ходу лично я бы не рисковал. Вероятность выронить этот отнюдь недешевый фаблет достаточно высока. С другой стороны, большой козыри iPhone 6s Plus это комфорт при просмотре фильмов и особенно геймплее, ведь на большом экране ваши пальцы будут заграждать вам гораздо меньше картинки, чем на маленьком. Кстати о дисплеях. В iPhone 6s Plus установлен 5,5 дюймовый Full HD экран, тогда как в простом 6s установлена 4,7 дюймовая матрица разрешением 1334 на 750 точек. Плотность пикселей составляет 401 и 326 ppi соответственно. В обоих случаях дисплей достаточно четкий, чтобы не жаловаться на жизнь. Несмотря на то, что это девайсы одного производителя, выпущенные в одно и то же время, качество экранов у них отличается. Если еще по углам обзора вопросов нет, они одинаково хороши, то по цветопередаче Plus едва ли заметно уходит в желтые тона, тогда как его меньший брат обладает более сбалансированными цветами. Диапазон регулировки яркости у 6s также смещен вверх по сравнению с 6s Plus, то есть и верхний и нижний предел ярче. Почему так непонятно, но то, что такого быть не должно, это однозначно. Аппаратная составляющая у смартфона в общее. Это процессор Apple A9, 2 гигабайта ВЗУ и 16, 64 или 128 гигабайт накопителя на выбор покупателя. Любые современные игрушки работают здесь очень шустро, мощности железа более чем достаточно, чтобы на ближайший год гарантированно забыть о проседании FPS. Нагрев гаджетов малость отличается, в первую очередь из-за размеровых корпусов. iPhone 6s гораздо меньше, и поэтому рассеивается тепло по металлической пластине у него не так хорошо, как в случае с 6s Plus. В обоих устройствах нагрев хоть и ощутим, но проблемами ни для вас, ни для самого смартфона не чреват. Автономность – одно из главных отличий новых айфонов. В обоих случаях производитель уменьшил емкость аккумуляторов по сравнению с их предшественниками, и это не могло позитивным образом сказаться на времени работы от батареи. Если Plus еще способен протянуть день с небольшим от заряженной до упора банки, то 6s не проживет и дня. Ближе к вечеру его аккумулятор уже будет полностью пуст. Аппаратные примочки в виде 3D Touch и Touch ID присутствуют в обоих устройствах, и работают они абсолютно одинаково. Первая значительно расширяет возможность сенсорного интерфейса, а вторая позволяет безопасно снимать блокировку и совершать покупки в магазине. Более подробные эти фишки мы рассмотрели в обзорах смартфонов, ссылки на них есть в описании. Также нет смысла рассматривать качество звука в наушниках, оно просто идентичное, приятное, весьма качественное и детализированное. А вот касательно качества мультимедийного динамика, меня ждал сюрприз. Дело в том, что маленький смартфон звучит ощутимо громче, а большой несколько тише, но зато намного приятнее. В плане фотовозможностей между устройствами есть одно, но очень существенное отличие. Оптическая стабилизация, которая имеется в плюсе и отсутствует в простом 6s. На практике это означает, что в условиях хорошего освещения разницы не будет никакой, но она появится в полумраке и при записи видео. Фотки в условиях слабой освещенности на 6s Plus будут ощутимо четче, а видео менее дерганым, такое ощущение, что снятым с применением рига или стедикама. По сути это все, больше отличий по камерам нет. С программной точки зрения перед нами устройство на iOS 9. По сравнению с предыдущей версией iOS она стала еще больше похожей на Android и начала еще больше подтормаживать. Притом если на 6s это просто заметно, то плюс подлагивает сильно. Из отличий между реализацией софта на девайсах можно отметить достоинство операционки большого аппарата, которая немного заглаживает его вину. Ландшафтный режим. Он открывает множество дополнительных плюшек и превращает смартфон в мини-iPad mini, если вы понимаете о чем я. В целом штука весьма юзабельная, многим наверняка понравится. Подведем итог. Перед нами два устройства, которые предоставляют пользователю практически одинаковые возможности. Они немного отличаются в плане софта, чуть сильнее по камерам, еще больше по автономности и просто колоссально в плане эргономики. По всем пунктам кроме последнего плюс ощутимо интереснее своего меньшего брата, но при этом к сожалению очень уступает по удобству повседневного использования из-за огромного корпуса. Учитывая одинаково высокие цены на эти смартфоны, которые крутятся в около суммы в 1000 долларов, iPhone 6 Plus, который дороже на пару сотен, выглядит как по мне малость интереснее, как минимум благодаря вменяемой батарее и обалденно работающей оптической стабилизации. Редакция Firm.com выражает огромную благодарность интернет-магазину City.com за предоставленные на тест смартфоны. Ссылки на товары есть в описании. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Всем спасибо за просмотр. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!